В эфире телеканала Север, актуальное интервью в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР Алексей Диденко. Алексей Николаевич, добрый день! Здравствуйте! Знаю, что вы впервые в нашем регионе. Вот какое первое впечатление? Прекрасный регион, очень гостеприимные люди, очень добрые, сильно отличаются, так скажем, от материковой части страны. У меня в Комитет по делам Федерации приходится много по стране перемещаться, и, конечно, есть чем сравнить. Поэтому гостеприимство, оно отличает жителей региона, очень белоснежный, много очень снега, может быть, в этом году или всегда. Но в любом случае, гостеприимство, чистота, такие светлые лица – это отличительная черта всех жителей Нарьянмара и в целом округа. Ну, расскажите, вот с какой целью вы приехали в наш регион? Депутаты Государственной Думы одну неделю в месяц проводят в регионе. Я по приглашению нашего регионального отделения ЛДПР эту неделю запланировал посетить Ненецкий автономный округ, Нарьянмар, Заполярный район, с тем, чтобы изучить по линии Комитета по делам Федерации местного самоправления специфику за полярных территорий, труднодоступных территорий. Я знаю, что здесь есть некоторые особенности территориальной организации местного самоправления, вопросы реализации, эффективной реализации полномочий органов местного самоправления. Это чрезвычайно важно, поскольку, в конечном итоге, эффективность реализации полномочий сказывается на жизни людей, на их ощущениях, на уровне их жизни. В этой части, конечно, все барьеры, все трудности, с которыми сталкиваются власти округа и власти муниципалитетов, поселений, единственного муниципального района, конечно, они требуют детального изучения с тем, чтобы уровень жизни в северных территориях, в южных территориях или на территории Дальнего Востока и Европейской части не отличался. Об этом очень много говорится в последнее время, потому что у нас есть диспропорция и в социально-экономическом развитии, допустим, в европейской и дальневосточной части, а также в уровне жизни. И вот задача законодателей, в первую очередь Государственной Думы, нашего комитета, сделать так, чтобы вне зависимости от места проживания, от региона проживания, все-таки жители страны, граждане Российской Федерации получили одинаково качественную медицинскую помощь, чтобы дети получили качественное и доступное образование, с тем, чтобы у них были условия поступить в высшее образовательное учреждение, а по окончании получить достойную работу, чтобы пенсионеры получали достойную пенсию вовремя, чтобы она была своевременно проиндексирована, то есть с тем, чтобы уровень жизни, и это очень важно для федеративного государства, для такого большого, разнообразного, как Российская Федерация, не отличался в разных частях страны. Мы над этим бьемся уже не первые десяток лет, и вот поиск оптимальной системы управления, оптимальной системы организации нашей власти, создание условий с тем, чтобы сокращать диспропорцию развития севера и юга, это непростая задача, мы находимся в поиске ее решения, и неспроста. Да, вот, уже первый раз после 1993 года, после образования новой российской государственности, принятия Конституции, в том числе довольно серьезный блок поправок Конституции, внесен президентом Российской Федерации в части организации публичной власти. Это предмет введения нашего комитета, довольно интенсивно мы работаем над поправками, изучаем их, погружаемся, учитываем все мнения сейчас. Вся страна обсуждает тех внесенных поправок, предлагается дополнить поправки новыми изменениями, корректировками формулировок, новыми нормами. Все это, естественно, очень оперативно рассматривается с тем, что конкурсионный процесс не затягивался, поскольку все равно основной закон должен действовать, и мы не должны быть в каком-то подвешенном состоянии, как можно быстрее нужно все мнения исключить, все предложения собрать, проанализировать, согласовать с юристами те все тексты, и как можно быстрее обсудить на Государственной Думе, в Совет Федерации и запустить процедуру общероссийского голосования. Знаю, что вот буквально несколько часов назад вы уже встретились с представителями власти Заполярного района. Вот о чем удалось с ними побеседовать, и как раз-таки, наверное, про поправки в части перераспределения полномочий местных администраций. Да, конечно. Довольно интересная состоялась встреча, живая дискуссия, такие острые вопросы, не всегда на них было легко отвечать, с тем, что у муниципалитетов проблем в целом в стране больше, чем достаточно, а в заполярной территории, в арктической зоне эти проблемы еще более остро ощущаются, они очевидны, и о них, конечно же, муниципальные служащие и главы всегда говорят. В первую очередь, конечно, интересовался их вопрос, касающийся корректировки главы 7 Конституции, она посвящена полностью местному самоуправлению. Еще в послании президента Российской Федерации прозвучал тезис о том, что очень часто граждане сталкиваются с тем, что разные уровни публичной власти, допустим, поселковой, районной или оласти округа или любого другого региона, вне зависимости от особенностей организации, не могут разделить между собой ответственность за, казалось бы, очень понятные вещи. Например, объекты образования. За благоустройство отвечает поселковый уровень, за здание, допустим, за стены, крышу, кровлю, коммунальные услуги отвечает районный уровень, образовательный стандарт окружной уровень, заработная плата окружной уровень. То есть то, что в понимании людей, за то, что в понимании людей должна отвечать какой-то конкретный чиновник, конкретный уровень власти, распределено между разными направлениями, между разными отраслями. Там за интернет одна служба отвечает, там за ремонт другая, за врача, значит, в образовательном учреждении третья. И вот это вот всяк через полосица порождает очень серьезные дефекты управления. Об этом президент говорил неоднократно, с тем, что у нас власти очень часто подборит решение одних и тех же вопросов, спорит о том, кто за что отвечает, а для граждан в конечном итоге лучше не становится. И было предложено, что в пределах ведения муниципалитетов и регионов части полномочий, которые имеют государственное значение, не всякого сравнения, такими являются полномочия в сфере здравоохранения, образования, профилактики ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, мобилизационная подготовка, профилактика терроризма и многие-многие другие вопросы. То есть те полномочия, которые сегодня муниципалитет решает в части делегированных полномочий, признать государственными и не разделять ответственность и, что немаловажно, финансирование решения этих вопросов между уровнем публичной власти. Вот в этой части регион, округ, муниципальный район, поселение будет образовывать единую систему публичной власти. На самом деле этот термин не новый, он впервые появляется в тексте Конституции, однако Конституционный суд Российской Федерации, как орган, который толкует текст Конституции, неоднократно с их решением говорил о том, что вот в пределах совместных полномочий органы власти округа и района и поселения образуют единую систему публичной власти, которая направлена на решение вопросов населения. Очень часто приходится слышать от представителей поселков, поселений, районов, тем, что объем полномочий муниципалитетов в недостаточной мере или неполно обеспечен финансовыми ресурсами, налоговыми поступлениями, иными доходными поступлениями. И зачастую приходится искать где-то дополнительные источники, запрашивать средства в районе, в регионе, в федерации. В том числе это послужило аргументом тому, чтобы вот эту единую вертикаль, вертикаль управления, вертикаль ответственности и вертикаль финансирования в рамках единой системы публичной власти обеспечить. Вот такой подход, который был предложен президентом страны Владимир Владимировичем Путиным, вот он реализуется в тексте поправок фракции ЛДПР, которую я представляю в Государственном Думе, эти поправки поддержала. Мы продолжаем совершенствовать текст, то есть он дорабатывается, наверняка до 2 марта, которым предусмотрена, дата предусмотрена внесения поправок в Конституцию. Мы еще увидим не один десяток предложений. Крайнее заседание рабочая группа проведет вот уже в начале следующей недели. Комитет Государственной Думы все проанализируют поступившие поправки. Заседает там фактически каждый день. Дважды в неделю формально проходит заседание. Все поправки обнародуются, голосуются. Мы заслушаем мнение политических партий представителей. В Государственной Думе оппозиционных фракций, фракций большинства. И уже комитет готовит заключение на предмет поддержки или отклонения тех или иных поправок. Поступает действительно очень много. Некоторые из них носят такой экзотический характер. Некоторые в силу низкой степени юридической проработки просто не подлежат включению в Конституцию. Конституция – это основной закон. Он устанавливает наиболее общие правила, какие-то ценностные вещи, подходы правовые. И в текст Конституции нельзя нагромождать сложные юридические конструкции. Они получат свое развитие уже в федеральных законах, федеральных конституционных законах, кодексах, муниципальных актах, законных субъектов федерации. В этой части, конечно, новелла, касающаяся единой системы построения власти, должна положительно сказаться на уровне жизни населения, на эффективном, более эффективном решении вопросов местного самоуправления. Эти многие вопросы мы с коллегами-представителями Заполярного района обсудили. В частности, мы коснулись темы создания одноуровневого муниципального образования. Наш комитет два года назад провел очень интересный круглый стол тоже в северной территории, заполярной территории, в Таймырском муниципальном районе Красноярского края. Это бывший субъект федерации. Он был гораздо меньше Ненецкого автономного округа, а Таймырский долга на Ненецкий автономный округ. Он был преобразован в муниципалитет, объединен с Красноярским краем. И сегодня он самый большой по площади муниципалитет, почти миллион квадратных километров, два десятка также поселений, как в Заполярном районе. И там с коллегами мы обсудили вопрос создания одноуровневого муниципалитета, который не предусматривает деление на поселение муниципальный район, а будет функционировать в рамках единого муниципального округа с одним бюджетом, с одним главой, с одной думой. Но вот пришли к выводу, что для таких крупных территорий, больших по площади, с отдаленными территориями, с труднодоступными территориями, наверное, имеет смысл все-таки оставить эффективную систему двухуровневой власти, когда в границах поселения они могут быть отдалены на сотни километров от Наринмара или искателей. И все-таки они должны оставаться политической единицей. Должна быть площадка для обсуждения местных вопросов. Должны быть местные депутаты, которые общаются с населением, представляют их интересы в думе поселения и, может быть, формируют позицию думы района по отдельным вопросам жизнедеятельности отдаленных поселков. То есть, думаю, что этот опыт создания муниципальных округов все-таки применим больше для урбанизированных территорий, где много городов, городских поселений, развернутая сеть муниципальных районов, высокая плотность населения. К сожалению, Ненецкий автономный округ, как приорктическая, заполярная территория, не подпадает под эти критерии. И коллеги в этой части меня поддержали. Были практические вопросы, связанные с особенностью транспортной и логистической доступности поселений. В части второй год в стране реализуется мусорная реформа, так называемая, утилизация твердых коммунальных отходов, бытовых отходов. И возник вопрос с тем, что в некоторых поселениях нет системы централизованной канализации, жидкие коммунальные отходы. Фактически некуда утилизировать, их дороже возить. То есть, ну, фактически расходы становятся непомерными, эти отходы как бы жизнедеятельности людей становятся просто золотыми и нецелесообразно для северных труднодоступных территорий применять те же правила и те же подходы, которые существуют в континентальной части, материковой части страны. Наверное, имеет смысл подумать технологически и законодательно тем, чтобы их складировать и захоронять недалеко от населенных пунктов. Это, конечно, потребует корректировки федерального законодательства, корректировки территориальной схемы размещения и накопления твердых коммунальных отходов, поскольку эти дополнительные расходы нигде не были предусмотрены и фактически удорожают систему утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов для региона и для муниципалитета, которые находятся в не лучшем финансовом положении. Наверное, это непозволительная роскошь. С чем я согласился с своими коллегами, представителями муниципального сообщества, что очень часто из-за пределов Садового кольца сложно понимать проблемы полярных территорий. Для этого нужно чаще выезжать, чаще общаться с специалистами, с практиками, с главами поселений, главами муниципальных районов, главами регионов, которые в очень непростых климатических и логистических условиях находятся. И обеспечение нормального стандарта жизни для человека требует гораздо больше и финансовых, и трудозатрат. Здесь, конечно, должны быть специальные программы поддержки. 2 марта в Государственной Думе состоится очень важное заседание Арктического совета предзаместителя-председателя Государственной Думы. И мы обсудим меры поддержки арктических территорий, которые в силу особенностей их положения, конечно, ожидаются в дополнительной финансовой помощи. Ненинский автономный округ здесь стоит особняком, поскольку регион вполне способен прокормить себя сам, скажем так. Существует очень много добывающих предприятий с хорошей экономической моделью, прибыльных предприятий, которые формируют доходную часть бюджета, не только окружного, но и федерального. И здесь, конечно, поиск баланса интересов региона и в целом федерации, он должен предусматривать гибкие механизмы помощи регионам, которые обеспечивают довольно стабильные и высокие налоговые поступления в бюджет федерации, с тем, чтобы уровень жизни все-таки не падал на такой территории, которая для экономики делает довольно серьезные шаги, вносит свой очень серьезный вклад в дело развития экономики в целом федерации социально-экономического развития, но вот по понятным причинам граждане не ощущают этого, в силу того, что мы многосторонная, сложная страна с особенностями жизнедеятельности, инфраструктуры арктической части. Вот это предстоит нам обсудить на круглом столе. Фракция ЛДПР будет поддерживать программу дополнительного финансирования арктической территории. В пакете комитета находятся очень интересные инициативы, которые заслуживают внимания и применения на территории и на Ренмара и других поселений. Это практика так называемого инициативного бюджетирования. Поскольку мы уже об этом говорили, в муниципалитетах зачастую бюджеты дефицитные, они закредитованы и берут кредит как государственный, так и в коммерческих банках. И часто на решение каких-то оперативных вопросов с участием населения не находятся средств. И самое главное, к бюджетному рублю широкие массы населения, скажем так, относятся к чему-то потустороннему, на что они повлиять не могут. На самом деле это не совсем так, поскольку предполагается открытость бюджетного процесса и всевозможное участие и погружение в этот процесс граждан. Но вот практика института инициативного бюджетирования, когда граждане участвуют в небольшой сумме, например, 10% стоимости от проекта, сами выдвигают эту инициативу, например, устройство детской площадки, или объекта освещения, какого-то социального объекта, пандуса для многоквартирного дома, в котором проживают лица с ограниченными физическими возможностями, ну и многое-многое другое. То есть какие-то такие инициативы очень локализованные, уместные и очень нужные населению. Регион и муниципалитет выделяют средства очень серьезного финансирования, порядка 90%, но участвуя небольшим вкладом и небольшим взносом в этот проект, граждане, первое, сами определяют этот проект, им его никто не навязывает, сами участвуют в его проектировании, сами участвуют в его установке строительства, приемке и последующей эксплуатации. И вот Всемирный банк подтверждает, что в последние годы в Российской Федерации институт инициативного бюджетирования получил очень серьезное развитие, оправдал свою эффективность. И вот мой личный опыт, допустим, два одинаковых объекта, условно говоря, детская площадка, которая построена в одном населенном пункте по программе комфортной городской среды, организации общественных пространств, какие-то лавочки, объекты, в установке которых граждане не принимали активного участия. И, например, объект в соседнем поселке, который с глубоким погружением граждан был установлен, уже через год-два после их установки очевидна разница в эксплуатации. Все-таки тем объектам, в которых люди участвовали, в которые они вложили душу, в которые они вложили небольшие, но свои средства, все-таки и эксплуатируется по-другому. Более бережно люди относятся, более ответственные. В случае какого-то ненадлежащего ухода или посягательства со стороны вандалов, подростков, они предпринимают соответствующие меры, делают замечания, следят за тем, чтобы объект содержался в надлежащем состоянии. Мне кажется, что эта практика, которая сейчас будет закреплена законом, нам в марте на следующей неделе предстоит принятие этого закона уже в первом чтении в Государственной Думе, он получит свое законодательное закрепление и на Совете по развитию местного самоуправления при президенте России, который 30 января состоялся в Красногорске, в Московской области, было дано поручение главу государства увеличить дуэ объем финансирования и предусмотреть не менее 25% расходов по муниципалитетам, которые будут реализованы с участием инициативы граждан. Это очень важно, поскольку местное самоуправление, оно предполагает широкое и глубокое погружение граждан в решение вопросов местного значения. Когда они там разбираются в особенности бюджетного процесса, понимают, за счет каких источников формируется бюджет, на какие средства расходуется бюджетный рубль и своя небольшая казна поселения, и что они могут предложить, и какие эффективные подходы применить с тем, чтобы объекты благоустройства, объекты социальной инфраструктуры, иногда коммунальной, кто-то делает за эти средства скважину, на водонапорную башню, объекты освещения возле социальных объектов, объекты охраны, система видеонаблюдения, там возле, допустим, дошкольных образовательных учреждений, школ, то есть такие объекты инфраструктуры, которые требуют повышенное внимание, повышенных мер безопасности. Очень часто граждане вот сами участвуют и получают на это очень серьезную поддержку со стороны государства. Таких расходов после принятия закона будет больше, финансирование будет увеличено как минимум вдвое, и от граждан тоже предполагается удвоение активности, внимания, инициативности. В прошлом году несколько проектов инициативного бюджетирования из республики Саха-Якутия получили гран-при всемирного конкурса. То есть мы очень новый для нашей страны институт инициативного или проектного финансирования, бюджетирования очень хорошо восприняли, активно распространили на всей территории России. Конечно, в разных субъектах по-разному, но тем не менее, вот уже продемонстрировали эффективность, которая конкурирует с лучшими проектами всего мира. Поэтому хочется, чтобы граждане об этом тоже знали, понимали, что от них очень многое зависит. И инициативные граждане, которых, к сожалению, не так много, могут заразить этой идеей, этой идеологией своих соседей, своих сослуживцев, родственников, знакомых, с тем, чтобы благоустроить свой дом, свой поселок, свой город. Законодательные механизмы для этого все необходимые будут приняты в ближайшее время. Вот в марте уже в двух чтениях закон будет рассмотрен. Я надеюсь, что институт получит достаточное развитие и на территории Ненинского автономного округа. Ну, я вас правильно поняла? То есть, вот как только закон вступит в силу, каждый там житель маленького поселка может выйти с заявкой, да, на инициативное бюджетирование, потому что у нас сейчас есть такая практика, но, как правило, выходит муниципалитет и, ну, получает грант там из регионального департамента. Каким образом вот это все будет строиться и вообще в какой сфере можно получить грант? Ну, сферы могут быть самые разнообразные. Это может быть и социальная сфера, какие-то вот объекты интеграции, там, инфраструктуры, там, создание безбарьерного пространства. Это могут быть жилищно-коммунальные объекты, ну, я уже говорил, водоснабжение, если речь о маленьком поселке. Проблемы здесь маленького села и там на Ленмар, они, конечно, будут по масштабу отличаться. Но вот очень часто даже на проектно-смертную документацию на строительство водоносной скважины у муниципалитета поселения средств нет. Приходится обращаться к гражданам, к бизнесу. То есть инициатива исходит не только вот от населения. Речь не идет о том, что граждан обложат каким-то новым налогом, новым взносом, новым сбором. Это исключительно добрая воля каждого жителя поселка с участием, в том числе, представителей бизнес-сообщества, предпринимателей, которые большую часть вот доли населения закрывают. Остальное там 70, 80, 90 процентов везде по-разному предлагается в законе все-таки закрепить. Это соотношение как один к десяти. И остальные средства находят муниципальные и региональные бюджеты. Разумеется, без регионального бюджета здесь не обойтись. Он должен софинансировать эти программы. Повторюсь, что бюджетные расходы с участием граждан в рамках инициативного бюджетирования наиболее эффективны. То есть это самые дешевые проекты, это самые качественные проекты, самые долгоиграющие проекты. И про них все знают. С точки зрения открытости этого процесса и вовлечения в него населения, ни один другой механизм, который предусмотрен сегодня для погружения в бюджетный процесс, не может конкурировать. То есть сфера самая разная. Кто-то покупает и автотранспорт, автобусы. Проблема в том, что, вот наша особенность российская, что у нас инициативные проекты, которые предполагаются как дополнительные, то есть сверх того государственного стандарта, который должен существовать в том или ином поселке, там какой-то объект культурный, какая-нибудь там сцена, эстрада, общественное пространство, у нас очень часто происходит замещение инициативными проектами решения вопросов местного значения, на которые просто-напросто у властей не хватает ресурсов и бюджетных средств. Поэтому вот если эту проблему нам удастся как-то обойти и все-таки установить и внедрить идеологию факультативного, дополнительного к установленному стандарту проектного бюджетирования, тогда это будет серьезным успехом. Задавали вопрос, от кого инициатива исходит. Сегодня это зависит от регионов. Сегодня на уровне федерации законодательно никак не регулируется процесс бюджетного проектного финансирования. Но закон федеральный предполагает, что инициатива должна исходить от общественных объединений, от групп граждан, от органов управления многоквартирным домом, от органов территориального общественного самоуправления. Направляется она в органы местного самоуправления, как правило, глава администрации или местная дума, местный совет депутатов с тем, чтобы они провели предварительный анализ, насколько тот или иной проект заслуживает внимания, насколько он актуален. И в случае получения согласования граждане начинают сбор документов для защиты проекта, обсуждения проекта, устанавливают сметную стоимость, устанавливают долю участия граждан и бизнеса в реализации этого проекта. Ну и, разумеется, получив добро от органов власти, запускает этот процесс, это довольно оперативное мероприятие, то есть нужно уложиться в бюджетный год, в календарный год, с тем, чтобы, начав обсуждение проекта в декабре текущего года, к концу будущего года, он был успешно завершен, объект возведен, работы проведены, чтобы граждане чувствовали очень быстрый оперативный эффект от вложенных своих собственных средств. Поэтому, еще раз повторюсь, что в Российской Федерации неожиданно этот институт получил развитие, мы видим в нем очень скрытый потенциал, важный потенциал для развития гражданского общества, потому что гражданская инициатива и гражданская активность, она и возникает в вопросах обустройства каждого двора, каждого поселка, каждого города, многоквартирного дома, свои лестничные площадки или общего имущества, формируется уважение к собственности, к общему труду, формируется чувство соучастия и участия в реализации общих общественных проектов, которые будут нести пользу не только для жителей и жильцов этого дома, но и для всех соседей, всех, кто так или иначе соприкасается с этим объектом. Поэтому вообще касательно такой частной инициативы, нереволюционной, локальной, может быть, возведения каких-то небольших объектов, в таких процессах формируется гражданская позиция граждан, их активность, их участие в решении вопросов местного самоправления, а это означает в целом формирование общей и правовой культуры. На наш взгляд это будет способствовать укреплению инститализации нашего гражданского общества, политической активности граждан именно в таком позитивном ключе, когда граждане не просто участвуют в выборах или участвуют в голосованиях по тем или иным навязанным проектам, а сами выдвигают эту инициативу, сами защищают проект на конкурсной основе, то есть есть возможность отбора проектов из нескольких предложенных. Все это, конечно, вызывает интерес. Я сам лично участвовал в обсуждениях некоторых проектов. Это очень приятно видеть, когда в поселке в 700 дворов приходит 300-400 человек с тем, чтобы защищать свои проекты, отставить позицию, значит, на что нужно конкретно направить средства. Это, конечно, всегда воодушевляет. И мне кажется, что инициатива и проект федерального закона внесен весьма своевременно. С учетом поручения президента удвоить средства на финансирование этих проектов, конечно, будем надеяться, что он получит свое дальнейшее развитие. Алексей Николаевич, благодарю вас за интересную беседу и надеюсь, что вы станете частным гостем нашего региона. Я напомню, у нас в гостях был Алексей Диденко, депутат Государственной Думы. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин